Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Терромобил на Янаульской 1А Первой темой стали корректировки городского бюджета уходящего года. Дефицит сократился на 48 миллионов рублей, помогли вливания из республиканской казны. Но все равно расходы превышают доходы на 73,5 миллиона рублей. Еще один вопрос касался перемен в структуре администрации. Предлагается произвести преобразование сектора по земельному контролю, сектор по муниципальному контролю со штатной численностью 3 единицы. Сектор будет осуществлять следующие виды контроля. Это муниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный контроль и муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения. Задача сотрудников сектора – следить за соблюдением законодательства в этих сферах. Отчитываться они теперь будут заместителю главы по вопросам строительства. Перемены направлены на повышение эффективности работы. Правда, депутаты в этом усомнились. То есть те же самые люди будут заниматься, те же фрамы просто отчитываются к другому человеку. За счет этого вы хотите получить какую-то эффективность? Нет, здесь меняется же и структурное подчинение. То есть это приведет к более динамичной работе. Последним вопросом этого заседания стал отчет начальника управления гражданской защиты. Он рассказал о работе по профилактике терроризма и экстремизма, а также о мерах по обеспечению безопасности жителей города. В частности, отметил, что не во всех общественных местах установлено достаточное количество камер видеонаблюдения. Но эту работу планирует продолжить в 2019 году. А в финале заседания слово взял исполняющий обязанности главы города. В 2018 году было знаками для нашего города. Годом мы все отмечали полуковой юбилей города. Поэтому перед нами стояли целые задачи повышенные. Я благодарю, что мы совместно в обсуждениях, спорах приходили к общему знаменателю и решали остальные задачи перед нами. Все наши двери администрации работают открыты перед нами. Мы готовы с вами решать вопросы ваших избирателей, наших жителей. В следующем году республика отмечает столетие со дня образования. Так что цели и задач уж точно хватит на всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова